Сучите свет! Вас приветствует канал Русский Еврей. Мы сегодня опять с вами. Добрый вечер. Андрей, ну сейчас популярна тема 300 цыганцев. Табор цыганский отключили от газа. Они перекрыли там дорогу все к этому к трактору, понимаешь? И не давали людям работать. И закончилось тем, что приехал ОМОН, как бы в два раза превосходящий. В общем, начали все уже скринтить. Это ужасно. Ужасно. Да как вообще? Ну я не знаю, но нагадали как-то вот. И все, минус пошло. Говорят, что бабушки их не цыганские. Проклянут всех. Кто и ниже, кто и выше. Вполне возможно. Но когда человек в такой ситуации, пусть даже цыгане. Мы уходим из Сирии. Да, кстати. Мы уходим из Сирии. Нам обещают лучшие времена. То есть улучшение в экономике. Андрей, ну валюта-то просела. Валюта просела маленечко, да. Но это явление временное. Конечно. Временное. Ну почему бы ты нашим зрителям бы советовал закупаться? Прямо серьезно, чтобы поставить только рублей на булку хлеба. Ну я думаю, 62-63 уже можно закупаться. Я думаю тоже, что до мая месяца будет относительно положительная динамика в этом вопросе. Относительно положительная динамика. Вообще, почему эта динамика, Андрей? Может, как ты считаешь? Ну как нам говорят, но мы знаем расклад. Нам обещают, нам говорят, что нефть. Мы привязаны к ней. Но мы-то знаем. Да. Что на самом деле нефть это было именно... Прикрытием. Прикрытием. Ну а с Теречи победили всех? Да, я думаю, ты знаешь, нам говорят, что мы сами, наши воли и заявления ушли оттуда. Но я думаю, что мы не сами ушли. Нас попросили потихоньку. Ну а читал, да, что просто могли бы потом отключить SWIFT и... И прочие все вот эти дела. Да. Вот это главный, который смотр РУ, Давидович, он же там начал против ГИБДД вот это все, МВД в Москве. Там антикоррупционные вот эти какие-то свои штуки мутить. И закончилось все тем, что в восьмилетней давности какое-то там нашли преступление. Не знаю, пусть что там именно. Но закрыли человека. Нельзя играть в государство. Нельзя. Опасно для жизни. Но он же помочь хотел государству. Раскрыть какую-то секцию. Все вот это. Как вы эти игры? Но государство не хотело. Смысл в чем? Ну, что сейчас все будет завозиться по новым ценникам. И вопрос, будет ли вообще завозиться многое. Потому что мы знаем, что премиум сегмент теперь только под заказ. Да. Вот Андрей оплетку на руль хоть захотел заказать. Только под заказ. Ужасно. Ужасно. Короче, все будет по новым ценам. И как бы многие продают на Авито сейчас вот вещи, да. Вот у кого-то что-то, как говорится, завалялось. Продай на Авито. И есть возможность какие-то вещи, например, велосипед, ну, где-то хороший. Сменный аккумулятор на камеру GoPro Hero. Какой-то айфон в отличном состоянии. Какую-то одежду мегабрендовую, Prado оригинал, да, допустим. Там купить по докризисным ценам. Реально. Реально можно сэкономить. Просто как бы круг друзей. Все же экономят сейчас. Это ни для кого не секрет. И богатый в том числе, если даже не больше. Люди активно как бы выгребают последнее. По аппаратуре очень много. По автомобильной тематике, да. То есть все, вот эти литые диски, это все надо, ребята, вот если у вас рубли валяются, да, нужно доставать эти рубли, думать, что дома не хватает, осматривать свой гардероб, интерьер. Все лекарства будут теперь по старинным рецептам. Да, бабушка Агафья, все эти понятия. Но импортные лекарства, они ушли в какой-то степени. То есть доля рынка импортных. Медицины нет. Медицины нет. И препаратов, да, они ушли. Остались наши. То есть так же, как и с финансовой системой. Есть финансовая система, есть экономика. Экономика – это надстройка на финансовую систему. То есть у нас финансовой системы нет, есть экономика. Андрей, я тебе другое хочу сказать. Вот тенденция конкретно на уровне нашего города последних нескольких дней. Вот, да, на форумах, автомобильные форумы, чисто мужские профильные форумы. Вот, читаю. Многие люди, заправившись, допустим, днем на, как сказать, на разогретой машине, утром не могут завестись. Вот уже три случая описаны за последнее время, что люди утром не могут завестись. Начинают разбирать топливную систему, бак, и там просто лед. Реально. Реально. Причем это именитая заправка. То есть сейчас люди готовят экспертизы, то есть угорают сразу на промывку бака, на промывку топливной, убиваются форсунки. Ну, то есть полный привет. То есть получается, что у нефтяников все плохо, они стали производить плохой бензин. То есть заправка именитая, я не думаю, что там что-то бодяжит. Я думаю, что здесь все идет от производителя или нет, полагаю. 50 на 50. Тенденция нехорошая, брат. Да. Если дорожает, то качество хуже. Вот в чем смысл. Все дорожает, да. Это во всем, да. И в лекарствах. И в лекарствах. И в продуктах. И в продуктах. Выход, Андрей, какой? Нет выхода. Ну, то, что гибриды, Теслы, все, вот это как-то питаются люди. Массовый этот самый не приобретет характер гибриды Теслы. Дорого, нет? Дорого, не потянут. Тем более в наше тяжелое время точно не будет. То есть посетник делает специально все, чтобы люди не потянули. Не потянули, да. Чтобы на нефти сидели дальше. Качали, качали, продавали. Вот оно, она истина. Вот оно, момент истины. Вот оно, адекватное знание. Абсолютно согласен. Чтоб никто не даже не помышлял поставить этот ряк. Нет. Чтоб только думали, как вот на бензин искрести. Нет, все. Понимаешь, если бы оно было доступно, то все бы эти солнечные батареи начали на дома клепать. Но оно же недоступно, и поэтому они клепают. Да, на хрущевке уже рядом с кондиционером. Конечно, да. Кондиционер-то не каждый тянет. Да. Ну, я имею в виду, вообще в жизни. Да, вот она, разгадка. Вот она, разгадка, да. Вот она, формула. Момент истины. Да. Да.